Монинский клуб 10 минут за желтую карточку у Кровяков ВВА владеет мячом Лейтон, дальше, здесь прорыв Велмана, великолепно он уходит, великолепно, это должна быть попытка это попытка ВВА, ну просто разделе опять, вот повторяется та же картина, что он была и в первом тайме, начало тайма, начало матча было за ВВА, вот все то же самое практически, сейчас просто мощнейший захват здесь надо уже, мне кажется, уходить от бровки по имблокам, потому что, коснувся линия, тем не менее, ничего ему не было вполне может главный арбитр матча по совещанию НССМ бывало, что и крупно побеждали инисеевцы, да, бывало, что и в одно, там, буквально в два очка, как это было тоже последние годы так, а вот сейчас, как мы видим, своей попыткой уже отвечает Монинский клуб сейчас еще раз посмотрим, да, Валентин Уэллман точно не знаю, ли приземлил мяч, не знаю, будет ли обращение к ТМО или нет, но, в существенном повторе было бы неплохо нам посмотреть, но, судя по тому, какой свисток мы слышали, ну, здесь, конечно, Эйтен Эксен, его усилия тут оказались ключевыми, Денис Емелькевич попытался оказаться в первом мяче, но, опять же, отскок сыграл против него, этого клуба ну, опять же, по вполне понятным объяснимым причинам заброс ногой, подбирают в другую сторону так, дальше игра идет у нас пошагово Кадиров подбирает, здорово, великолепно, ВВА, что делается, Уэллман это попытка, это 10.22 случится сейчас, феноменально а кто все начал, спросите вы меня не понимаю, в какие-то моменты, так вообще, что хуй как атака, сам пойдет Эйман, прошу прощения, опять да, совсем смело в конце тайма выходить на руках со своей половины, и все, аут сейчас будет, будет от Уэллмана, ВВА, кстати, тоже сегодня не заметил, но я про него только сейчас вспомнил, если честно, вообще, мячом-то владел. Пока, конечно, больше шансов Динамо уйти на троих, ведя счет. О, как хорошо смотрел, да, это у нас было Уэллмана. Глубину атаки ищет УВА и находит Уэллман, вот, пожалуйста, сейчас он как будто бы на позиции центра, сыграл гораздо более продуктивно. Долго и зачем и какой смысл, вот, когда его вопросы Дмитрий Шеменов, да, мы по этому ударили. 20 номер, Паша. Паша, да, я его по шлему узнаю. Но это, опять же, это в третьей линии. Во второй, так как, никаких проблем. Рака не было, ничего не было, вне игры нет, поэтому можно продолжать играть. Был же рак, говорит Войтов, на всякий случай. Ну, был бы он. Ну, наверное, был. Не было. Сказал судья, и это намек на 50-22. Куда уйдет мяч? Хороший удар, и мы смотрим под набегание там игроков в АПО в Москве. Не нужно мудрить здесь Дмитрию. Прешил обыграть двоих. Здесь нужно отпустить. Надо откатиться, откатиться. Пока все. Это конкретнее Лейтен Эксина. Така бывала у нас Велман, про которую мы говорили, что его не видно. У него даже и форма белая, посмотрите. Ну, как белая, чистая. С первой попыткой и сейчас, если бы он поймал мяч, Думаю, была бы и вторая. Ребята выглядят хорошо. Малан, Малан! Накрутил! И Сережа, вспоминали мы этого парня с тобой. Есть попытка в АПО-НОСКОМ. Говорят, опять же, что не очень хорошо защищается. Но сейчас не надо было ему защищаться. Сейчас надо было атаковать, бежать, заносить. Что и сделал Валентина Уэлман. Валентина Уэлман, 10-ая минута. 5-5 становится счет. Сейчас у Лейтен Эксина, возможно, Лейтен Эксин, возможно, Ислам Абдулкадиров, а возможно, Егор Кулешов. Мы знаем, что в Москве есть хорошая обойма игроков. Но здесь Стефан Малан создал все для своего партера. Как-то непонятно, кто это. Это Мерлан Кубаев, да? И посмотрите, как ускорился. Вот он бежит ровно с Сухиным. И буквально на 10 сантиметрах ускорился так, что понятно делал. И да, в захватах мы его видим, он всегда цепкий. А вот именно что-то по атаке сам не лезет. Сейчас, как очень часто у нас это бывает, стоит что-то сказать. В течение ближайших трех минут. Но да, тут есть прорыв, но это не он. Ох ты! Ой, красиво как! Это Велман! Вот и пятая его попытка. Мы говорили, первый тайм его было не видно. Буквально пару раз, Валентина, мы видели. Буквально пару раз. Потому что не доходил к нему на левый фланг мяч, когда веер пытались разворачивать. И Велман все время был без мяча. И вот, пожалуйста. Здесь просто, не знаю, что это дыра в обороне. Пишите? Раз. Раз ушел. Есть ускорение. Поменял, ушел от второго. Да, там бросался Юбер, но и Фарков даже не догнал. Но красиво. Красивая попытка, но точно будет претендовать на одну из лучших. В большом случае, Умолнина. Однозначно. Сам все сделал. Абсолютно решено. По итогам матча в Тури всегда, практически все клубы проводят допросы болельщиков на лучшую попытку. Я могу сказать, что вот это в индивидуальном ключе попытка просто аплодирует. Он так проспал первый тайм целиком, а потом оп, одно ускорение, и сразу лишние пять очков к Сане. Здесь место пришлось стартовать. Он, конечно, могучий парень. Но тем не менее, смотрите, второй подъем. Не рискнул Кулешов. Может быть, здесь. Было ускорение Велман-Валентина. Четыре попытки. Такой хороший пас Гоя отведал. Прям чуть ли не с центра поля. Вот смотрите, вот этот пас. Велман. Ну, во-первых, с чего все началось? Да, завязала в Подмосковье, но команда вышла и сразу продемонстрировала, что... Монинский клуб. Сейчас еще раз посмотрим. Да, Валентина Уелман, точно ли приземлил мяч. Не знаю, будет ли обращение к ТМО или нет. Но в сущенном повторе было бы неплохо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok